Здравствуйте, мои дорогие зрители, мои друзья! С вами, как всегда, я, Мария Великотная. И я хочу вам рассказать, что с 13 по 17 июля 2019 года в музеоне проходил 8-й Московский международный фестиваль садов и цветов Москов-лаушоу. Настоящий праздник для ценителей ландшафтного дизайна. Мне удалось взять интервью у президента фестиваля Карины Христофоровны Лазаревой. Карина, ландшафтный дизайнер с мировым именем, получив золотую медаль за свой сад на знаменитой выставке Chelsea Flower Show в Лондоне, создала подобный международный фестиваль в Москве. Хотите узнать о концептуальных новинках в ландшафтном искусстве или о новых уникальных сортах цветов? Тогда вам сюда. Сначала, как вас зовут? Лазарева Карина Христофоровна. Я являюсь на сегодняшний день президентом этого фестиваля. Я являюсь автором этой идеи и очень рада, потому что в 2008 год, и не только этот фестиваль процветает, а он дал целое направление движению, фестивальному движению в России. Вот эта концепция, она очень была близка, она всем понравилась. А теперь эти такие подобные фестивали проходят не только в Москве, но и в других городах. Ну что, я могу сказать, что это прекрасно, потому что это очень важно для отрасли. Развитие нашей отрасли, оно зависит, конечно, от таких мероприятий в том числе. Я тоже очень рада, потому что я не любитель давать интервью, но я настолько вас уважаю и ценю как высочайшего специалиста, поэтому с удовольствием дам вот это небольшое такое интервью. Мы многому учились, когда мы пришли в эту отрасль, вы уже были специалистами с именем, и, конечно, мы учились у вас, у таких метров, как вы и ваши коллеги. Но, к сожалению, какой-то потом период произошел, что все растерялись, все ушли в какие-то разные отрасли и областья, и тяжело было, в общем-то, увидеть, какой ландшафтный дизайн в журналах. Это не дает никакого представления. Не дает никакого представления, я согласна. Про цветы можно рассказать, как их выращивать, что... А вот именно объем вот этот, 3D, то, что важно, не понимают. Вот я знаю, что очень многие, у которых 300 тысяч подписчиков занимаются цветами, садами, у нее в саду одни грядки. Я ей говорю, разве это сад? Она этого не понимает. Она говорит, ну а что, написано же, что это цветочки. Поэтому вот эта вот популяризация очень важна. Да, поэтому я же и не просто так сказала, что я не люблю давать интервью людям непрофессионально, потому что использовать для продвижения себя лично, это совершенно... Да вы уже, господи, продвинули, что говорить. Я не говорю про себя, а про людей, которые, к сожалению, занимаются освещением этих мероприятий, но если копнуть, там за этим ничего не стоит. А за вами стоит огромный опыт, и вы понимаете, что вы снимаете, о чем вы говорите, и люди должны тоже иметь их и кредит доверие к таким сюжетам. Что в этом году, в чем, собственно говоря, его, в этом году, его особенность, что каждый год мы, например, привозили иностранных дизайнеров, и они участвовали, иностранные дизайнеры. А в этом году, если вы посмотрите, и соотношение было 80 на 20, да, то в этом году соотношение поменялось, в основном участвуют российские дизайнеры. Но чем я очень горжусь, мы показали, как из российских растений, у нас тоже в это время создалась целая отрасль, как из российских растений можно создать прекрасные творения, и это творение мастеров наших российских. Вот это большая гордость нашего фестиваля, это прям большая гордость этого года, чему я очень рада, и дальше мы также будем продвигать именно наших российских дизайнеров, потому что вы спросили, да, были ли после меня в Челси, ну, знаете, ну, допустим, да, была селебная медаль, но на сегодняшний момент, вот я считаю, что нам уже и ездить-то, ну, понятно, в гости всегда надо поехать, и обмен опытом, это всегда прекрасно, но участвовать можно и на московском фестивале, потому что, ну, необыкновенно. Я согласна, я согласна. Я согласна, и судья, который судит в Челси... Совершенно согласна. И он уже с каждым годом, если он давал какие-то повлажки, то с этого года абсолютно судейство равнозначно Челси... Кстати, в состав жюри конкурса вошли такие мэтры, как председатель жюри Джеймс Александр Синклер, судья Королевского общества садовода Великобритании, и он же телеведущий канала BBC, княгиня Марисоль де Латур Дарвень, председатель жюри детского конкурса «Планеты цветов», вице-президент фонда поддержки парков и садов Франции, Франко Гросси, итальянская школа дизайна, председент, архитектор и эргономист, профессор, эксперт в регистре Минобразования Российской Федерации, Ольга Черданцева, член жюри, главный хранитель садов Русского музея, руководитель рабочей группы Международного фестиваля «Императорские сады России», а также другие не менее известные мэтры, как Елена Константинова, Елена Седова, София Веселова, Денис Калашников, Лидия Леонтьева, Елена Голованова, Светлана Мариничева и Михаил... То же самое, просто если он раньше давал какие-то поблажки, да, ну понятно, что мы ему объясняли, что у нас в этой отрасли пока не ра, пока у нас нет таких качественных растений, пока то-то, пока все-то, пока у нас есть какие-то объяснения тому, почему мы не можем соответствовать этому существу, то в этом году нам не надо было ничего объяснять, мы в этом году показали прекрасный материал. Хочется, чтобы уже следующим дизайнерам, в следующем поколении было легче, потому что нам было очень тяжело. Очень тяжело, я согласна. Начинали. Да, мы начинали буквально из пепелища, и не было ничего, не было уже ни питомников, не было специалисты, такие, как и были, по пальцам их сочетать было, школы вообще никакой не было, не было профессии. Я не вижу особо интересные передачи, потому что действительно, у нас здесь очень того, как коммерциализированные, а надо делать передачи, которые специалисты будут рассказывать, да, не для рекламы ради, понятно, да, 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 да. Но все равно, вот именно, именно где-то, вот суть, суть, да, вот передать эту суть, это не за какие деньги. Это вот или можешь поделиться, или не можешь, что это или знаешь, или вообще не знаешь, и деньги здесь совершенно ни при чем. Поэтому, конечно, хочется, чтобы, ну, все-таки больше энтузиастов в эту профессию приходило, которые, ну, я могу сказать, что мне очень повезло. Конечно, очень важные такие. Я, кстати, самая большая ценность в нашей жизни. Да, 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 да. Ой, ну, спасибо вам огромное. Я не знаю, я вот хожу, просто всегда радуюсь. Это как прилетаю с дачи, снимаю вот это, ну, просто такое счастье. Огромное вам спасибо. Я тоже очень рада была вас. Огромное. Всегда радую, что с вами. Спасибо. Вот в общественных пространствах, вот вся вот эта вот даже, сетолай, да, вот материалы все эти. Мы можем по-разному, в общем-то, в облететь ситуацию, как мы можем, но это вполне реально. То есть это, так сказать, в общем-то, не чисто вид, декоративный, там, в будущем сзал. Не, ну, это будет прикрасно, что сзал этот шок, фактически, да, приедет по территории Павловичка. Ну, фактически, облетет новый дыхан, да. Новую жизнь. Может быть, мы тогда туда можем какие-то хвойные деревья тоже, так сказать, в общем-то, хотя бы в композицию, потому что нужны вертикали. Один цветник, он как бы засуществует, наверное, недостаточно. Да, объем, нужно объем. Да, нужно объем, да. Хотя бы, так сказать, в общем-то, не все, предположим, вот формы, но какое-то количество. Посмотрите, вот это, ну, давайте я вам потом вышлю, если вы не изражаете. Нет, не представляю. То есть вот здесь вот основная клуба, где прекрасно посмотрелась вот эта композиция. Чудесно. Вот небольшие кусочки, можно сделать акценты. А, тут что? Ну, как и курс. Спасибо. Идите к нам. Какая к нам птичка пришла. Какая классная птичка. Ой, спасибо. Это на счастье. Поправилась. И птичке счастье. Спасибо. Я был маленький воронок. Как полезно-то вот эти фестивали. Ой, прелесть. Ой, какая прелесть. О, шикарно. Так, и я, можно? Нет, нет, Тарина, давайте, давайте. Давайте все, я вас. Не выходите, но все сейчас нормально. Давайте. Ты? Ты ? Подписывайтесь. Ты? Бо? Где? Громко? Где? 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 Может быть? Где? Ты? Где?